Доброго времени суток, дамы и господа! Само собой, играя в замечательную игру под названием World of Warcraft, хочется играть без вылетов, без каких-то подвисаний, и тем более без вылета с ошибками. Периодически, в тот момент, когда стартует какое-то новое обновление, когда стартует что-то новенькое, мы, разумеется, обновляем наши модификации, наши аддоны, и что-то может криво встать в плане каких-либо файлов, и за счёт этого нарушается целостность игры, и через какое-то время может просто-напросто выбиваться ошибка. И ошибка 132 в основном выбивается именно по этой причине. Но также есть и другие, и сегодня в рамках этого видео я расскажу о трёх причинах, по которым в основном может вылетать ошибка 132. Первая причина, как уже было сказано во вступлении к этому видео, это модификации. В тот момент, когда мы пользуемся различными приложениями для того, чтобы обновлять наши модификации, у этих модификаций может быть неправильная версия, автор что-то не учёл, или вообще сама по себе модификация криво встала. В общем, нарушается целостность папки World of Warcraft, и по итогу мы ловим и ловим и ловим эту ошибку. Само собой, зрелище довольно-таки неприятное. Путь решения довольно-таки прост. Мы папку Interface и папку VTF из нашей папки World of Warcraft просто-напросто утягиваем куда-нибудь на рабочий стол. И в тот момент, когда мы уже откроем Battle.net клиент с целью того, чтобы нажать заветную кнопочку «Играть», мы сначала не сможем её нажать. Будут догружаться эти папки. Когда уже можно будет нажать кнопку «Играть», мы её, разумеется, жмём и зайдём на абсолютно чистого персонажа в плане модификаций, и не будет никаких настроек этих модификаций. Да потому что просто модификаций нет. Если данная ошибка не будет появляться, значит проблема действительно в модификациях. И требуется немножко либо почистить их, либо поиграть какое-то время без модификаций, либо просто правильно нужно их установить. Вторая причина вообще может поставить работоспособность нашего устройства под угрозу. Могут вылетать синие экраны, могут писаться ошибки и не только в нашей замечательной игре. Обновление драйверов. Обновление драйверов на видеокарту. Я сам на это даже попался, даже до старта ещё при патче. Собственно, следите за актуальной версией драйвера на свою видеокарту. Имеется у нас замечательное приложение для карточек NVIDIA, да? NVIDIA GeForce Experience. Заходим, загружаем, всё. Всё готово. То есть драйвера обновлены, всё замечательно, всё идеально. Следите за этим. Потому что я думал, у меня проблемы вообще с видеокартой, а по итогу я просто забыл там драйвера обновить. Горело знатно. Третий способ исправления этой проблемы довольно-таки прост. Нам не нужно никуда лезть, нам почти не нужно ничего кликать. Мы открываем Battle.net Launcher и справа от кнопки «Играть» у нас имеется шестерёнка. Мы жмём на эту шестерёнку, жмём кнопку «Проверка и восстановление». Таким образом проверяется целостность файлов. И возможно, да, какой-то файл был крибы установлен. Или, например, у нас произошёл перепад напряжения, и в тот момент, когда мы устанавливали тот же припатч, компьютер просто взял и выключился. То есть всякие такие проблемы с установкой конкретно файлов от Blizzard, они решаются с помощью этой шестерёнки, с помощью кнопки «Проверка и восстановление». В теории один из этих трёх способов помогает, но если ни один из них не помог, то рекомендую глянуть статейку, которую я оставлю в описании к этому видео. И там расписано всё более детально. Можно там зайти в реестр, можно иначе запустить WoW, можно иначе раскрыть вообще папку, где у нас установлена замечательная игра. Поэтому ссылочки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. До скорого!